Мы продолжаем. Это программа День и говорим о здоровье и красоте. У нас в гостях ведущий консультант компании по лазерной медицине Эрика Кармель Анна Варшавская. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть. Мы видим, что на столе лежат другие приборы, отличающиеся от традиционных классических приборов BQ-лейзера. Сегодня мы говорим, с вашей точки зрения, о революции в мире ухода за лицом. Включается искусственный интеллект. Мы говорим о красоте женщин. Да, правильно. Особенно перед праздниками. Это очень важно. Это уже не поколение наших мам, у которых была жизнь более тяжелая. Все больше женщин, вне зависимости от возраста, социального статуса и там, где они живут, хотят быть ухоженными, красивыми, оставаться молодыми. Они вначале помогают крема, потом мы идем к косметологам, потом уже крема не очень помогают. Мы начинаем искать другие технологии. И мы не отошли от нашей традиции. Мы разработали прибор, который называется EGINE. Точно так же, как BQ-лейзер, мы взяли лазерную технологию, которая существует уже много лет, и добавили в нее наш уникальный патент. И сделали таким образом прибор уникальный. То же самое здесь. Мы взяли технологию RF, которая косметологами используется уже давно и считается самой перспективной, эффективной и безопасной для любых каких-то типулим и работы с лицом, косметических процедур. Но мы добавили два маленьких патента. И таким образом мы разработали прибор, который индивидуальный, для домашнего использования. Не надо, не обязательно, по разным причинам мы поговорим об этом, каждый раз ходить к косметологу. Это и дорого, и сложно, и проблемно. Мы же чистим зубы каждый день два раза, правда, к зубному врачу ходим нечасто. То же самое здесь. И это дает возможность и в сочетании с косметологом, и вместо косметолога получать прекрасные результаты и оставаться с ухоженным лицом. Это, собственно, что сейчас очень модно. Сейчас уже не так модны накаченные губы, сейчас меньше модны отрезанные части и натянутая кожа, косметические операции, кроме того, что, в общем-то, если можно обойтись без операции, лучше обойтись. Сейчас очень в моде ухоженное лицо. То есть ты, скажем, смотришь на свой возраст, я не могу смотреться на 20 лет, если мне больше, но видно, когда женщина ухоженная, значит, она наделяет себе внимание, женщина уверенная в себе. И, собственно, вот это наш прибор. Здесь два патента. И то, о чем ты говорил, это искусственный интеллект. Вот это самое интересное на самом деле. Да, искусственный интеллект сейчас очень. Очень, да. Он рисует, пишет музыку, помогает. Мы решили его использовать для того, чтобы не дать возможность человеку дома бесконтрольно улучшать свою красоту. То есть, скажем, если ты приходишь к косметологу, он отвечает, там уже человеческий фактор. Какую мощность он тебе поставил? Если косметолог, скажем, с большим опытом выиграл, если косметолог с не очень большим опытом, ты можешь проиграть. Искусственный интеллект – это как бы как робот, да? Он не даст возможность тебе ошибиться. Поэтому для меня, например, очень важно, что какую бы часть тела и, в первую очередь, лицо я не обрабатывала, я знаю, что вреда себе не нанесу, с одной стороны. С другой стороны, что делает искусственный интеллект? Он считывает во время самой процедуры и составляет алгоритм под твою кожу. Индивидуально. Индивидуально. Под твою кожу, под твою часть кожи. Скажем, здесь более толстая, значит, он даст одно количество энергии. Лоб менее, более тонкая кожа. У кологлаза менее тонкая кожа. И он все время считывает и подстраивается. Второй патент – это вот эти вот электродики, в которых есть разница между, расстояние между ними. И он выбирает, именно какими электродиками он будет работать. С одной стороны, эффект виден сразу, после первой процедуры. С другой стороны, понятно, что это курс лечения. Курс даже, ну, не лечения, это красоты, да? Вот сейчас поговорим про различия между красотой и лечением, потому что обычно говорят про ухоженность, про красоту. Но я читал и знаю, что есть еще эффект и медицинский, лечебный, что конкретно лечит этот прибор. Да. Есть разница между просто косметическими приборами или, скажем, кремами, которые, ну, качество проверяется намного менее дотошно. А есть медицинские и косметические приборы. И вот там уже… Которые лечат кожу. Лечат кожу, улучшает. Они стимулируют выработку коллагена и эластина, причем проверено, что это безопасно. При этом мне могут сказать, что сейчас огромное количество, скажем, разных кремов, которые обещают, что если ты положишь его на лицо, коллаген впитается. Ничего подобного, молекулы коллагена крупные, никакими кремами не впитать. А вот стимулировать выработку коллагена и эластина на нашем лице, помочь нашему организму, нашему лицу бороться с гравитацией, и чтобы не было новых морщин, уменьшить старые морщины, улучшить кровоснабжение, то есть чтобы женщина сияла, выглядела красивой и ухоженной. Это то, что делает вот эта технология вместе с нашим искусственным интеллектом. Я знаю, что прибор изобретен в Израиле, но дает ли наш израильский Минздрав с его очень жесткими разрешениями на использование его в нашей стране и вне нашей страны? Конечно, конечно. Именно потому, что мы подходим, так как мы медицинская организация, мы подходим именно к разработке медицинских приборов. Поэтому, естественно, есть Институт стандартов, есть Минздрав, есть два патента. Мы сейчас пока только начинаем в Израиле. Все мои подруги стояли в очереди, ждали уже год, чтобы воспользоваться этим прибором. Посмотрели на меня, потому что мне подруга сказала, она мне косметолог германист, она мне говорит, послушай, в этой части кроме операции тебе уже ничего не поможет. Операцию мне страшно делать. Я еще не дошла до этой. И я, честно, каждый день обрабатываю вот этот вот участок, лоб. Ну хорошо, вот каждый день, на самом деле, во-первых, как пользоваться им, насколько легко. Опять же, нет ли здесь технофобии определенной для определенных людей, которые говорят, я боюсь, переживаю, что там жужжит и так далее. Нет, 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 здесь ничего не жужжит. Здесь есть две с половиной кнопочки. Вот мы включаем его, прикладываем к лицу. Я думаю, что сейчас на фоне меня видно, как работает этот прибор. Он очень простой. Нужно обязательно гель, который те, кто заказывает сегодня и звонят нам, получают в подарок. Вот, и потом аккуратненько обрабатываешь. Как сейчас? Один раз в день, два раза в день? Сколько хочешь рекомендации? Смотри, во-первых, зависит это. Есть подробнейшие инструкции, есть ролики, есть все. Но это зависит от запущенности ситуации. Вот, кто-то будет, если это молодая женщина, которая вовремя начала за собой ухаживать, она может один-два раза в неделю изначально. Женщины уже моего возраста, ну, должны минимум месяц-полтора делать процедуру, скажем, пять раз в неделю, а лучше каждый день, чтобы затормозить, улучшить, а потом поддерживающая терапия, поддерживающая процедуру уже два-три раза в неделю. Если это делать каждый день, это будет только прекрасно, потому что мы же все равно стареем. Это же не статичное состояние, то есть или так, или лучше, или так, или хуже. Поэтому наша задача, как бы, максимально помочь дамам быть ухоженными, красивыми, особенно сейчас перед праздниками. Если вы хотите непосредственно проконсультироваться по поводу... Да, это очень важно задать вопрос, потому что искусственный интеллект, по крайней мере, этот робот, этот прибор не говорит нам, как часто, что происходит, как делать. То есть он не консультирует, но проконсультироваться нужно и можно. Да, здесь есть инструкция. Да, можно прочитать все. Да, здесь инструкция показана, куда прикладывать, но в любом случае... Нужна ли консультация косметолога, врача или в компании все расскажут? Нам все расскажут, но я знаю, что, скажем, с нами работают косметологи, которые очень радостно восприняли появление этого прибора, потому что это дает им возможность, скажем, женщина приходит, делает процедуру у нее, потом она рекомендует гейн, вот это наш прибор. И через месяц женщина приходит не с тем результатом, которым бы она пришла только после ее процедуры, а результат намного лучше. Звездочка 8212 или звездочка 3414. Вы можете позвонить, оставьте свое сообщение, мы обязательно к вам вернемся, объясним, расскажем, потому что все равно все-таки это лицо. И вот вчера заказала моя приятельница, которая позвонила обиженно и сказала, ты обещала мне, давно и не рассказала. Вот, все равно она получила, посмотрела и позвонила, задала там несколько каких-то вопросов, скажем, импланты зубов, да, у всех есть. Ну и она спросила, можно ли, я сказала, можно, не волнуйся, все нормально. Вот, подарок, джель вот в такой сумочке, можно и с собой брать, и дома пользоваться. Мужчинам я вообще рекомендую подумать, может быть, осчастливить своих женщин, это же всегда проблема, да, для мужчин. Да, для мужчин проблема выбрать подарок, пожалуйста, вот, приборы, гейн, я думаю, что ни одна женщина не останется равнодушной. Тем более, если мы скажем, революция и искусственный интеллект. Да, да, искусственный интеллект это все. Красота и здоровье в преддверии нового еврейского года, мы только что говорили, 5783 год на дворе. Ташпаг, если быть более точным, поздравляю вас в преддверии нового года. Спасибо. Шанатува, вытукак, красоты и здоровья. Спасибо большое. Анна Варшавская, ведущий консультант компании по лазерной медицине Эрика Кармель. Всего доброго вам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова